Добрый день, Валерий Николаевич, очень рада, что вы согласились на это интервью. Значит, у нас очень серьезные вопросы, которые касаются и науки, и образования. И прежде всего, хотелось бы начать вообще с таких глобальных вопросов. Мы все знаем, что правительством и президентом поставлена задача перехода от экономики трубы к экономике знаний. И многие люди говорят, что у нас должен быть свой какой-то собственный айфон. Не айфон, как айфон, как телефон, а просто некий продукт, за которым могла бы пойти страна. Что вы думаете, у нас это может быть? Где мы можем этот технологический рывок совершить? Ну, по-моему, в 2020 году мы получили ответ на этот вопрос. И в 2021 в том числе это медико-биологические исследования и, конечно же, наши вакцины. Потому что само по себе это очень серьезное достижение, в том числе и в науке. Что касается других отраслей знаний, то по-хорошему у нас все должно быть свое. И, конечно, по разным направлениям мы должны иметь соответствующие прорывы. Одно из последних, что порадовало, это, правда, уже было представлено широкой публике. Наш Санкт-Петербургский политехнический университет, это старейший инженерный вуз, один из флагманов инженерного образования, представил российский электромобиль КАМА-1. Который полностью спроектирован в питерском политехе и изготовлен в консорциуме, в партнерстве с КАМАЗом. Это, мне кажется, яркий пример того, что мы способны идти вперед и делать конкурентоспособные продукты, которые будут востребованы не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Вы говорите, что все должно быть свое. Телефон должен быть свой? В идеале, конечно, да. Но сегодня такой задачи у нас не стоит, хотя вы знаете, что отдельные компоненты для этой отрасли, в том числе, производятся у нас. Так, вот как раз, я думаю, начало положено, потому что отобрано 10 центров мирового уровня, сейчас уже 10. Это Якутский, Севастополь, Енисейская Сибирь, Байкал и Юг России. Последние 5 я называю. Значит, почему выбраны именно они? Какие проекты этими центрами предложены? Вам кажутся особенно интересными? Совсем недавно мы отобрали еще 5, поэтому теперь уже 15 центров научно-образовательных центров. Я сейчас поподробнее расскажу. Сам замысел по созданию научно-образовательных центров, это, с одной стороны, идея по связыванию научно-технологическому страны. И решения об открытии центров, они принимались исходя из того, что приоритет был отдан тем регионам, которые исторически не были лидерами в научно-технологическом развитии. Если мы с вами посмотрим, там нет столиц, там нет Томска, Казани, Новосибирска. И это понятно почему, потому что эти регионы, ну и ряд других, они традиционно очень динамично в плане науки и образования развивались. НОЦ это принципиальная возможность, это шанс для многих регионов перезагрузить повестку. Что я имею в виду? У каждого региона есть своя специфика, структура экономики, своя специфика, свои приоритеты. Так вот, НОЦ это возможность научно-технологическую повестку сделать одним из приоритетов. И вклад академических институтов, исследовательских коллективов, университетов значительно увеличить. Вклад в социальное и экономическое развитие региона. Но это перспективная задача, и мы понимаем, что за год и за два эту такую задачу не решить, безусловно. Она, на наш взгляд, где-то потребует 5-7, а по-хорошему 10 лет. И то очевидно, что часть, конечно, центров, ну, конечно, не покажет тот результат, на который они сегодня заявляют. Потому что есть успехи, а есть неудачи. В нормальной жизни всегда так. И мы к этому в том числе готовы. Даже если часть центров станут действительно центрами мирового уровня, это будет большим успехом. А у нас есть все основания предполагать, что часть из них станут. Что еще следовало бы сказать про центры? Как бы ядром идей НОЦов лежит идея кооперации между бизнесом, с одной стороны, регионом и научно-образовательным сектором. Здесь я имею в виду НИИ и университет. То есть то, что они не делают каждый сам по себе раздельно, предполагается, что объединившись с НОЦ, они смогут сделать, дополнив друг друга. Бизнес, проявив большего доверия к университетам, и не проинвестирует в разработки. Университеты и научно-исследовательские институты объединят свои заделы и компетенции и смогут реализовать тот проект, который каждый из них в отдельности бы не реализовал. Ну а регион поможет и административно, где-то финансово, да и вообще просто даже репутационно это имеет значение. Первые неплохие результаты в Белгороде, в Перми, в Кемерово, в Кузбасске НОЦ, в Западной Сибири уже в принципе есть. Так что они сделали? Ну вот если брать, допустим, Белгородский НОЦ, там фокус у них научный на сельском хозяйстве. И все современные технологии, там агропредприятия, агрохолдинги очень плотно сотрудничают с рядом московских НИИ. И вот, допустим, это достаточно необычно выглядит, но все, что касается компьютерного зрения, оно может использоваться для повышения продуктивности в сельском хозяйстве. Ну я так не буду сильно углубляться, потому что там требуется и специальное знание. То есть что за коровами следить? Безусловно, да, конечно. То есть компьютерное зрение это как передача информации? Ну конечно, это же определенные модели, которые тоже помогают определить состояние животного, его в том числе настроение и многое-многое другое. Исходя из этого, понимаете, в разное время можно корм давать и многое другое. Передавать информацию, оперативно ставя в известность, скажем, соответствующие службы о состоянии, допустим, здоровья и многое другое. Вот это один только из примеров. Мы же совсем недавно по существу эту работу начали. У нас два года только как работают пять первых НОЦов. В прошлом году, а он был особый, пандемийный, мы отобрали еще пять, причем в конце года. И совсем недавно организовали работу, и еще меньше месяца у нас победители третьей пятерки. Так кто это? Ну вы назвали их отчасти, допустим, Большой НОЦ – это Якутия и регионы Дальнего Востока. Это Крым и Севастополь, которые, кстати, очень уникальную такую заявку подали, поскольку Севастополь специализируется на морских технологиях и все, что с этим связано. Но при этом он сегодня очень активно вовлечен, в широком смысле город и Севастопольский госуниверситет, в агротехнологии современные, связанные в том числе с виноградарством. И мы знаем, что специфика Крыма – это сельское хозяйство, особенно сегодня на подъеме виноградарства. Вот они упорно это делают на такое умное, цифровое сельское хозяйство. И в это направление хотят пойти. Поэтому давайте наберемся терпения, дадим возможность, и технологии придут. Вот Самара, очень интересный большой НОЦ, там пять субъектов вокруг Самарской области, они объединились, и там очень хорошие технологии. На Уральский научно-образовательный центр, там тяжелая промышленность, как мы понимаем. Ну и вот мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 года будут уже такие зримые результаты. А Якутия что-то предложила? Не помните? Там специфика – это, естественно, технологии, которые обусловлены климатическими условиями. Это такой комфортный обитаемый север. Поэтому там Магаданская область, там ряд других субъектов, которые… И цель основная, конечно, разработка технологии более комфортной жизни в условиях севера. Как это вообще происходит? То есть самое трудное – это уломать бизнес, инвестировать? Что самое трудное в организации? Самое трудное – это, понимаете, что такое партнерство. Партнерство – это всегда большое доверие. А, к сожалению, дистанция, доверие, оно выражается в чем? В том, что ты должен отказаться от ряда привычных для тебя видов деятельности, протянуть руку, пожертвовать чем-то и делать то, что даст совершенно другой результат своими коллегами. Самое сложное в НОЦ – это вопрос кооперации. Внутри кооперации положено доверие, а бизнес предполагается, и это, кстати, является большим вызовом в НОЦ. Бизнес пока очень осторожно, он присматривается. Можно ли доверять? Можно ли инвестировать? И будет ли результат? У нас же бизнес вообще не хочет участвовать в науке, или сейчас уже с этим легче? Я бы так не сказал. У нас, во-первых, бизнес разный. Сам бизнес очень активно. Ряд крупных высокотехнологичных компаний, нефтегазовых, нефтехимических, компаний в области IT, они активно занимаются наукой. У них крупные РНД-подразделения, и это большой вклад в развитие российской науки. Это первое. Второе. У многих есть серьезные программы поддержки российских университетов и программы сотрудничества с НИИ. Это второе. И третье. Ну, бизнес прагматичен. Он, понимаете, хотел бы инвестировать, четко представляя себе образ результата. Понимаешь, что у партнеров есть длинная повестка, представляя, какова у них программа развития. И, конечно же, отслеживая результаты работы, то есть понятные показатели эффективности. Далеко не все наши научные институты и университеты привыкли к такому, так скажем, разговору, к такому вот достаточно прагматичному. Никто не привык из наших точно. Нет, у нас есть коллективы успешные, которые уже говорят на языке бизнеса давно и очень четко. Есть задача, есть под нее бюджет финансирования, под задачу собираются исследовательские коллективы, установленные сроки. Эта задача решается. Если она не решается, то происходит достаточно серьезный разбор и анализ. И это делает действительно конкурентоспособными. Наши коллективы, я примеры приводил, у нас очень хорошие наработки есть. У МГТУ, у меня Баумана, инженерный вуз, у Горного университета в сотрудничестве с бизнесом. Я называл Питерский политех, Томский политех. Если брать исследовательские институты, наш институт Черноголовки, который знаменит наработками в области водородной энергетики, вообще водорода. Я бы сказал так, это НОЦИ, это новый, отдельный, очень сложный этап взросления для всей науки и высшего образования в регионах. Хорошие слова. Вам приходится вручную это разруливать. Вы сажаете за один круглый стол и говорите, давайте все-таки пойдете навстречу Ивану Ивановичу. В том числе. В том числе. Но вы поймите, наш замысел состоит не в том, чтобы каждый такой проект делать вручную, а чтобы провести структурные изменения, чтобы в эту работу включился бизнес. И сам приглашал университеты, и проводил такую работу, где-то помогал. Обязательно в эту работу включить региональные власти. И сегодня вот такая кооперация между регионами и министерством, и правительством, она, конечно, на мой взгляд, вышла на принципиально новый уровень. Больший проект, который вы создаете. Значит, мега-сайенс установки. Это год науки и технологий. И вот вы заявили довольно много в этом году открытий таких больших мега-сайенс установок. Телескоп на Байкале заработал. Да. Ну, мы в этом году телескоп, скорее, в год науки подсветили и его достроили. Потому что, справедливости ради, он уже давно формируется, этот телескоп нейтринный. И это был толчок. Мы сейчас готовим проект новой программы, большой, касающейся нейтринных исследований. Это программа российская? Конечно. Очень российская. Ну, она обсуждается. Она целым рядом наших институтов, объединенным институтом ядерных исследований, совместно с Курчатовским институтом, институтом ядерной физики и рядом других институтов, подготовлена как проект. И мы сейчас ее обсуждаем, потому что это один из фронтиров в области физики современной. То, что касается нейтрина. Да. Значит, скиф сейчас будет скоро уже, да? Не скоро. Нам еще предстоит потрудиться. Это будет все-таки к концу реализации нацпроекта, 24-й год. Так, что еще будет открыто в этом году или запущено, или изменилось? Ну, вы знаете, что мы заканчиваем там работу, или вернее, ведем усиленными темпами работу в Дубне. Речь идет о коллайдере, да? Ника. Если говорить о мега-установках или класса мега-сайенс, об установках класса мега-сайенс, то само по себе это уже нетривиальная задача, достаточно серьезная. Плюс я обращаю внимание, наши коллеги из Курчатовского института, они и Токамак в этом году запустили, модернизированный. И в Гатчине тоже достаточно серьезный шаг вперед сделали в части пика. Я бы еще отдельно отметил, что в прошлом году мы спроектировали, а в этом году уже на стапеле закладываются два судна, научно-исследовательских судна с неограниченного района плавания. Это большой шаг вперед. Мы ожидаем, что к концу 2024 года это позволит нам, конечно, более обстоятельно изучать глубины мирового океана. Так что с судами сейчас? Они на какой стадии развития? Мы планируем, что в начале сентября будет официальная церемония. И начнется сборка этих судов? Да, официальная церемония сборки. Потом их когда-то спустят на воду, допустим, через год. Нет, к концу 2024. В 2024 году, скажем так. Хотела спросить про инициативу РАН создать межведомственную структуру по управлению наукой в стране. Они вышли с такой инициативой. Я так понимаю, что они смотрят в прошлое, когда был научно-технический совет, наверное, и хотят что-то подобное. Ну, такие разговоры периодически ведутся, но по факту ведь эта инициатива уже реализована по поручению президента, создана правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, которую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко, и куда входят представители очень многих федеральных органов исполнительной власти и представители Российской академии наук, ведущих российских университетов и институтов развития, промышленности. Зачем же нужна новая программа научно-технологического развития? Что в ней будет другого, принципиально нового? Для чего она нужна? У нее много отличий. Там больше проектные, так сказать, компоненты. Появились новые проекты. Мы сейчас инженерные школы. Очевидно, это будет частью проекта развития студенческого технологического предпринимательства. Тот же приоритет, который в этом году появился. Второе. Мы консолидировали все средства, которые так или иначе выделяются на гражданскую науку в стране. В рамках этой одной программы. Третье. Мы сейчас очень внимательно смотрим, как мы можем обеспечить прослеживаемость от идеи до результата. Понимая, где как финансируются исследования, где у нас, скажем так, узкие места, когда идея не становится продуктом или технологией, а вся жизнь идеи заканчивается на уровне журнальной статьи. Я имею в виду статья в научном журнале. Это наверняка не то, что ждет общество. Потому что по ряду, конечно, наук фундаментальных результатом может и должна быть хорошая статья в высоко цитируемых журналах. Но от науки, прежде всего, должен быть практический результат. И общество ждет, мы с вами с этого начинали разговор, новые технологии, новые продукты, даже новые отрасли. То, что можно взять, чем можно воспользоваться. Новые материалы, самолеты, автомобили, вакцины, препараты и так далее. Иужели появится система, где можно будет посмотреть, сколько взял один ученый грантов? Мы себе такую задачу ставим, и я думаю, мы ее решим. Поскольку сейчас мы на одну карту такую хотим поместить и понимать, чем занимаются все российские исследователи, в том числе в разных городах, ну, скажем, по смежной тематике или по одинаковой, с какой эффективностью, какой это дает результат. Но наша цель не фискальная. Наша цель все-таки с помощью этой государственной программы создать более комфортные условия для исследовательской деятельности и сделать науку привлекательной для молодежи. Вот это самое главное. И наука привлекательная для молодежи. Много опросов проводилось на этот счет, вы их все знаете. И прежде всего молодежь говорит, мы хотим большой проект. Мы хотим, чтобы у нас был новый космос какой-то. Нам даже, ладно, мы поработаем за меньшие деньги и поживем в какой-нибудь лачуге, но мы хотим участвовать в серьезном деле. Вы правы. В серьезном деле и еще в хорошем коллективе. Потому что все, кто внутри отрасли, когда разговор идет о привлечении молодых в науке, о закреплении в науке, все понимают, конечно, и правильно говорят, что нельзя недооценивать роль денег. И зарплата, и вознаграждение, все это имеет. И моральное вознаграждение имеет значение. Но главное, это большое интересное дело, большой интересный проект, и коллектив, с которым ты работаешь. А вот понимая, что коллектив тоже очень важен, мы в этом году дополнительно запустили, он не был запланирован изначально, но мы изыскали почти 2 миллиарда рублей денег и запустили проект по созданию молодежных лабораторий. 120 новых молодежных лабораторий. В каждой лаборатории не менее чем по 10 человек, при этом 2 трети из них должны быть молодежь. Достаточно жесткие требования к лидеру этой лаборатории. Молодежь это до 39 лет? У нас сегодня, честно сказать, тут есть некая путаница в разных интерпретациях, но где до 35, где до 39. Мы сейчас как министерство предложили, и очень надеемся, что нас поддержат, президент уже поддержал, определение молодежи, это те, кто занимается наукой в возрасте до 35 лет. Причем независимо от ученых степеней и званий. Потому что наукой сегодня занимаются не только те, кто имеет ученые степени и звания. Самый яркий пример. Есть успешные аспиранты, они уже занимаются наукой, и что мы его не можем считать ученым? Вообще это интересно, конечно, как вы будете... Ну то есть это все-таки степени и звания давали нам возможность посмотреть на этого человека, и уже некоторые такие маленькие знаки качества у него стоят. Да, значит, мы смотрим, да, действительно, доктор наук, но это уже серьезно. Кандидат наук это всякое может быть. Вы знаете, в современном мире произошло серьезное искажение, и сегодня уже мы нередко можем с вами встретить очень эффективного кандидата наук, который значительно превосходит по научной продуктивности доктора. И это уже, ну если не правило, то это уже не редкость. Мы наблюдаем с вами такую тенденцию, когда кандидаты наук не хотят защищать докторскую, поскольку, ну собственно, это им ничего не добавляет. Это некий престиж, но они и так признаны в мире науки по количеству статей, по востребованности у бизнеса, и для них абсолютно вторичными являются вот эти вот признаки, о которых мы с вами говорим. А если мы возьмем сектор IT, то там вообще все устроено с ног на голову. И с чем сегодня сталкиваются современные российские университеты? С тем, что классные специалисты... Им 21. Им 21, им 25. Они передовые в своей отрасли, но у них ни ученых степеней, ни ученых званий нет. Их надо звать в университет, чтобы они учили студентов. А у нас до последнего времени были требования, что преподавать могут только те, у кого есть ученые звания и степени. Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Мы же стали вроде проседать по Олимпиадам после советского вот этого времени. Мы в 90-е как-то сильно опустились. Сейчас мы что-то обратно? Но сейчас у нас очень хорошая опять позиция. Ну, естественно, особенно в области точных и естественных наук. Естественных наук. Ну, такая школа. Значит, если говорить про точные и естественные науки, то это все практическая реализация, это инженеры. Вы создаете инженерные школы. На это выделено сколько денег? Очень много, по-моему, 37 миллиардов, да? Да, планируется. Значит, на что именно пойдут эти деньги? Последние 30-40 лет сама инженерия претерпела кардинальные изменения. И сегодня образование далеко не всегда это учитывает. Какие-то изменения. Во-первых, базовые инженерные процессы, моделирование, проектирование, промышленный дизайн, они все ушли в цифру. И современный инженер, ядро его подготовки, это цифровые компетенции. То есть нам в инженерии надо совершить крутой цифровой поворот. С другой стороны, сама инженерия как понятие стала меняться. У нас появились материалы с заданными свойствами. У нас даже появилось понятие совершенно новое, инженерия живых систем. То, что вы хотите сказать, что инженерные школы там будут и ген-инженеры? А почему нет? Почему вы считаете, что только материальная составляющая, только понимание инженера в 20 веке, в 21-м кардинально изменились? Ну и соответственно, в том числе, в том числе одна из нескольких школ вполне могут быть в области инженерии живых систем. И должны, на мой взгляд, быть. Потому что это особый тип инженерии. В чем замысел состоит? В том, что такие школы, в этом нет чего-то уникального, надо, конечно, делать с высокотехнологичными компаниями. Почему? Потому что они должны привнести в учебный процесс реальный проект. И сегодня все понимают, что обучение не в учебной аудитории, а внутри реальных процессов, оно наиболее эффективно. На реальные задачи, когда студент учится вместе с преподавателем, он получает настоящее знание. И это хорошая проверка. Второе. В наших университетах надо оборудовать специальное пространство. Специальное пространство для инженерного эксперимента, для прототипирования. Это такого рода суперсовременные инженерные лаборатории. С тем, чтобы они были максимально, эти пространства, приближены к тому, что есть на производстве, с одной стороны. А с другой стороны, студент должен иметь право на ошибку. Он должен попробовать все это в университете. Получилось, не получилось, но это должно быть в процессе обучения. Ну и третье, конечно, надо большую работу провести над тем, чтобы те, кто имеет опыт решения инженерных задач, современных, в цифре, он пришел и учил студентов. Так по сути это айтишники? То есть что, современные инженеры это айтишники? Это, понимаете, это такой уже симбиоз между айти и инженерией в том ее старом понимании. Еще хотела про трудоустройство выпускников спросить. Этот процесс движется? Этот процесс движется, но что мы зафиксировали? Мы в последние полтора года уделяем пристальное внимание работе по трудоустройству выпускников. Понятно, что к этому нас подтолкнула пандемия. К сожалению, мы констатируем, что для университетов это не было приоритетом для большинства. Это же является не только мерилом дееспособности управленческой ректора и его команды, это еще и является признаком конкурентоспособности университета. Если твой абитуриент нетрудоустраивается, не востребован на рынке труда, то зачем тогда ты берешь бюджетные места? Почему ты расходуешь государственные средства? И вообще, к чему вся эта деятельность? А мы сейчас пошли по пути, когда по выпускникам 2020 и 2021 года составляем списки тех, кто в каждом вузе, кто нетрудоустроен. И выясняем, почему это произошло. Поименные списки. Так что, появится такой центр трудоустройства выпускников в министерстве, когда вы будете звонить и говорить, что из Самары возьмете Рязань. Нет, я думаю, что это не наша задача. Должны появиться в каждом вузе такие специальные центры карьеры, практики, трудоустройства. Больше половины таких вузов государственных уже имеют такие центры, но не все. На какие специальности вырос спрос во время пандемии? Есть такая статистика? IT, здравоохранение, медицина, педагогика, инженерные специальности. Но вообще никаких перекосов сегодня, диспропорций в системе подготовки не наблюдается кардинальных. Скажем, безумной моды на какую-то одну специальность направления у нас нет. Юристы все еще популярны с экономистами, но за последние годы государство предложило много усилий и проделало большую работу. Сегодня спрос в общем сбалансировал. По поводу ЕГЭ. Уже так долго говорят, что ЕГЭ отменят, что его, наверное, никогда не отменят. Правильно? А вы ждете? Честно говоря, да. Я не думаю, что это главная проблема российского образования. Так, а какая главная? Хороший вопрос. Это главная проблема российского образования. Хороший вопрос. Я думаю, мотивация. Я бы сказал, что в части высшего образования главная задача университетов – это работать с мотивацией студентов. Уметь замотивировать студента, потому что если мотивированный студент, он, конечно, сам учится и получает образование. А если у студента нет желания, он просто отбывает номер. И он там не ради образования, а ради диплома, то отсюда и все проблемы. Поэтому современные университеты, помимо прочего, должны, конечно, в первую очередь уметь работать с мотивацией студента.